А вот как 40 с лишним лет вдали от вас исполнилось, невольно хочешь или нет, вся жизнь с тобой вспомнилась. С того начала самого в Рязани, на Садовой, где встретился ты с мамою, и я при ней готовый. В Рязани больше нет дома, в котором жил поэт-фронтовик Константин Симонов. Дом, в котором прошли детские годы писателя Константина Симонова, начали сносить в выходные. Как сообщили активисты рязанского отделения ВООПИК в соцсети ВКонтакте, речь идет о доме номер 14 по улице Садовой. В субботу 30 мая бульдозеры и экскаваторы сравняли с землей сразу два дореволюционных дома по Садовой. Дом 10 и 14 указывается в посте. 30 мая замглавы администрации Владимир Бурмистров выехал на улицу Садовую, где собственник приступал к сносу дома номер 10. Как сообщает прислужба городминистрации, работы проводит строительная компания «Северная». На объекте присутствовали представители общественности и префект Советского района, был вызван наряд полиции. Представителями строительной компании были представлены все необходимые документы. Также сообщалось, что ранее собственник направил в городминистрацию уведомление о сносе. Дом по документам не является объектом культурного наследия. Снос осуществляется в установленном законодательством порядке. Но что мы теряем вместе с этими домами? Мы находимся на улице Садовой, в той второй половинке старого города, которая наиболее интересна для и туристов, и для жителей города. Потому что только делать упор на туризм, я считаю, неверно. Потому что людям, особенно больших окраин, огромных жилых районов, Песочник, Канищево, Семчино, Южного, Недостоево, очень не хватает как раз старого города. Вот это уютности, вот это очарование, сирени, полисадничков, красивых фасадов домов, уютности старого города, где отдыхаешь душой. В романе трилогии «Живые и мертвые», отмеченном Ленинской премией, Симонов часто упоминает Рязань. А главный ее герой, генерал Федор Серпилин, был рязанского корня. Автор говорил, это прежде всего диктовалось моей глубокой симпатии к Рязани, где я рос и учился. Ведь детство и юность навсегда западают в память. 13 лет кино в Рязани, топер жестокой душой, на заштопанном экране страдания женщины чужой. Как я хочу придумать средства, чтобы счастье было впереди, чтобы хоть на час вернуться в детство, догнать, спасти, прижать к груди. С каждыми выходными на улицах нашего города становится на одно историческое здание меньше. Есенина, семинарская, полевая, изотинная. Вот маленький кусочек, 2,5 километра квадратных. Территория всей Большой Рязани 224 квадратных километра. То есть это одна сотая часть всей Большой Рязани. И как важно сохранить эту одну сотую часть. Почему? Для людей. Если мы этого не сделаем, мы еще раз говорю, мы сделаем больно душе. И каждого человека, каждого рязанца прежде всего. Уж потом про гостей будем, туристов думать. И всего города, уникального для всей России. Мы теряем кусочек всероссийского масштаба. В нашем крае Константин Симонов бывал и позднее. В конце 30-х писатель жил в Солочи. Здесь им были написаны замечательные, ставшие христиансийным, стихотворения «Родина», поэмы «Суворов». В начале декабря 41-го года военный корреспондент «Красные звезды». Симонов через Рязань добирается до только что освобожденного от фашистов Михайлова. А через несколько дней в газете появляется его очерк «Дорога на запад». Через 30 лет писатель снова посетит Михайлов. После военной годы Константин Симонов не раз бывал в нашем городе. Он приезжал в Рязань в 1955 году на встречу с воспитанниками родной школы. Снесенные дома номер 10 и 14 были характерными образцами застройки конца 19 века, выполненными в стиле классицизм. На улице Садовой мог возникнуть мемориальный ансамбль. Именно здесь проживали Константин Симонов, Константин Циолковский, Алексей Селиванов, Сергей Ценин. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».